31 километр сетей в этом году меняют в рамках подготовительных работ к отопительному сезону. Рекордная сумма в 51 миллиард тенге выделена из различных источников финансирования на целый ряд инфраструктурных проектов. Как продвигаются работы на некоторых из участков в городе, показали нашей съемочной группе. Ирина Вобещевич расскажет подробнее. Вот незакопанная труба, ее видно, она разве в воде у меня сейчас стоит? Она на песке, на сухом песке лежит. Когда мы разрабатывали здесь грунт, здесь, оказывается, раньше были родники. Мы их заглушили, как бы колпачки сделали, а с машины ставили, откачали, вывозили. В 29 микрорайоне сейчас идет замена внутриквартальных сетей от рынка Райда Карбышева 5 в 1,3 километра. Как это бывает, не обходится без сюрпризов. Где-то вода пошла, где-то незадокументированные сети обнаруживаются. Но все вопросы решаются по мере возникновения. И, говорят, движутся в соответствии с графиком. Население периодически высказывает возмущение из-за неудобств. Но все согласны, что работы были необходимы. Только прошлой зимой из-за двух аварийных ситуаций коммунальщикам пришлось понервничать, а жителям померзнуть. Здесь 33 объекта МЖД будут получать качественное теплоснабжение. И также 4 объекта соцкульпыта. То есть это кинотеатр Сарарка, средняя школа 66-я, детский садик Жилдуз. И, соответственно, объекты будут еще университеты и его общежития. Проект реализует столичная компания. Его стоимость – 2 с лишним миллиарда. Пропускная способность труб увеличивается вместе с диаметром. И, следовательно, не только добиваются снижения аварийности, но и поднятия столбиков термометров. Этой трассе основное перекрытие будет Муканово между домами 1-6 и Муканово-10. Основная магистраль будет перекрываться. Мы постараемся в кратчайшие сроки пройти этот переход. Перекрыть хотят в пятницу, на выходные. Проект переходящий, но на следующий год займутся насосной. В целом по этому участку можно будет твердо сказать. Уровень портери снизится на 2,4 тысячных гекокалорий в год. Износ труб снизится с 72% до нуля. Конечно, что будет лучше же. Ну, садик тоже вот только что зашли мы. Садик тоже в разборках было. Холодно тоже мы говорили. Ну, я на ремонт же делаю, сейчас же будет же. Терпимо, нормально. Главное, чтобы сделали для блага народа. Почти 40 лет прошло. Сейчас будет нормально. А это еще один участок, где сегодня кипит работа. Так реализуют проект реконструкции участка тепломагистралия. 10 от микрорайона Таугуль до павильона по улице Муканово. Протяженностью 2,5 километра. И стоимостью 4,7 миллиардов тенге. В прошлом году часть работ сделали. Оставшуюся половину меняют в этом. У нас очень ограничены сроки. То есть заказчик конкретно понимает, какой объем. То есть легче всего это все срезать, а потом не успеть. То есть поэтому было принято решение разделить объект на два года. Так протяженность очень большая. Данная труба получается у нас полностью идет оцинкованная. Система ОДК. То есть в случае порыва, допустим, теплотранзиту не нужно визуально ходить, обходить. Они могут подсоединить определенные приборы и построить место утечки. То есть на диспетчерскую поступит сигнал. Реализация этого проекта позволит обеспечить теплом лучшего качества жилую застройку всех степных, гульдеров, кентала, панельцентр юго-восточного жилого района от ТЭЦ-3. В целом, компания этого года значительно сократит показатель степени износа систем теплоснабжения. Финансирование у нас по сравнению с прошлым годом увеличено на все инфраструктурные проекты. В этом году у нас из различных источников финансирования 51 миллиард предусмотрено на инфраструктурные проекты города. Это начиная от энергопроизводящей организации, энерготранспортирующей организации. На сегодняшний день первостепенной задачей становится плавный вход в отопительный сезон. Ни один из ремонтируемых объектов, по словам заказчиков, опасений не вызывает и трудностей не создаст. Ирина Вобещевич, Зухарна Исмахаев, Данил Заславский, 5 канал.